угадали кто это шилдиком крауна пластик дешевый делать в китае и на рынок китая выходить вот с этим так подлокотника нету развлечений нету ничего нет и так сойдет к это краун на левом руле представляете представляете чем тут делать в китае ты просто вот так в окно смотришь такси мы будем тут тойоту ребят приехали в тойоту поснимать их тачки китайские потому что здесь есть те модели которых нету на территории японии на территории сша и других стран допустим европы китай самый большой рынок по продажам автомобилей поэтому здесь есть те модели которые не встретить больше нигде в мире ребят здесь много автомобилей на улице но мы к ним подойдем попозже сейчас мы начнем то что у нас стоит помещение так toyota сейчар ау ау а почему не сейчар написано а toyota айго айзо айзо в общем смотрите в китае они любят не только toyota но и другие бренды они любят делать клоны то есть у тебя железо все то же самое но они вот здесь продается отдельно сейчар здесь продается вот это изо и зоя зоя эти две машины они чуть-чуть там меняют немножко пластик там фары немножко дизайн но железо то же самое под капотом все то же самое и тем самым они создают искусственный ассортимент допустим здесь есть highlander и white lander то же самое то есть это грубо говоря одинаковые машины но как бы они разные вот и внешне они разные продаются у них разной маркетинговой компании там немножко разные салоны или вот такой пример там toyota venza и toyota harrier они одинаковые но они про вот они здесь здесь нету вензы но зато здесь есть хари это тот же самый harrier 80 который нам знаком по японии но как бы он здесь на леом руле он такой же и есть toyota venza та же самая машина немножко внешне отличаешься вот поэтому toyota прям вот вообще тоже поддалась вот этому веню делать клоны но нам то что нам главное посмотреть ассортимент давайте глянем это chr смотрите по техничке у них у них отличается чем в японии в японии у нас что 1.2 vd и 1.8 гибрид все как бы два варианта полноприводной 1.2 и к сожалению полноприводной нету гибрида здесь у них еще проще у них здесь двушка гибридная на 141 силу двушка бензина плюс гибрид и двушка на 171 лошадиную силу просто атмосфера давайте посмотрим левый руль все ли то же самое изо айзо 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 коррект имена нарицательны поэтому по правилам по правилам английского языка так люк мы много будем говорить здесь про люки потому что как бы даже у бюджетных джили хавала чингана у всех в базе есть панорама еще но если у тебя вот такая вот уже комплектация пошла то у тебя панорама с открывающимся люком на половину крыши здесь вот будут много вот таких вот маленьких люков окей ничего в общем обычный сейчар полного привода нету смотрите давайте подойдем посмотрим по ценам айзо а дешевле дешевле чем сейчар смотрите вот она от 169 хотя на сайте с подешевле у нее старт написан 115 еще они до 189 то есть она стоит миллион 700 миллион 800 новая 23 года здесь китая себестоимость то есть и где-то там 2 700 2 600 она будет стоить растаможенная в россии окей идем дальше есть машины поинтереснее смотрите bz3 этой машины нету в японии посмотрите какая красота это пол смотрите серия bz это полностью электрокары это седан здесь будет еще кроссовер посмотрите какая красотка давайте обойдем посмотрим черные уши ручки да все китайцы все бренды делают ну то есть у тебя ручка на вылазит из кузова они красавчики они сделали смотрите но технология вот такая вот дверь легкая ну ладно мы еще поговорим про двери вот ну в общем но они закрываются потом на ходу они закрываются когда блокируете машину она закрывается но не дай бог вы снегопад что-то там пока будете ходить вокруг машины и откапывать сюда все снегом еще забьет она не закроется так что у нас тут по зарядкам быстро и медленно и не очень стилёвая машина ну прям стилёвая то есть это я вам говорю из китая а в китае ты просто вот так в окно смотришь такси и туда одну то есть вообще все там тайканы кесла и всякие разные но вообще китайцы стилёвые но прям очень много классных красивых машин так чем за колес тут на 415 километров на одном заряде на проезжает 225 50 на 18 колес и тоже кстати подобное мы уже тоже встречали подобное решение дизайнерская так процент прим попозже так давайте посмотрим что у нас что у нас за рулем все сидушки приходится 5 потому что азиаты все-таки немножко такие по миниатюрнее ребята так мы смотрите руль 1 вот этот пластик toyota probox это что тут они одели джойстик да у нас тут вот такой а это барашек у нас и как ты что а все а то есть в хавале не надо нажимать а вот здесь вот ну как бы ты прожимаешь его и крутишь ну джойстик собран хорошо сразу возвращается то есть он не остается в эрке а он возвращается на нейтраль вот и дэшка парковка отдельно ну ничего так так ну что у нас монитор маленький по сравнению с китайскими тачками которым мы видели так ну что но много пластика вот это все пластиковая пластик дешевый так смотрите я тут тойоту короче вы посмотрите ну это не отвалится это не отвалится но это будет это будет скрипеть со временем что тут мягкий пластик как ты открываешься открываешься как ты открываешься как а а а а а как-то открываешь bz3 ладно окей здесь ниша пластика почему она пластик короче вообще что за трэш резина должна быть много у кого у китайцев вот это вот она сделана это все здесь резина но может быть они не положили но честно говоря не особо похоже но как бы типа готовая ниша где а дверь смотрите это пронимается честно говоря но сборка так себе я скажу смотрите кнопочка такая вот это интересно нажал ничего происходит в общем смотрите вот это вот ну как бы ну просто не стильно когда мы несколько дней видели китайские тачки смотрели и топовые электрокары и как бы чинганы там жили все это базовое делать в китае и на рынок китая выходить вот с этим вот с не стилевой дверью ну такое себе это что такое сборка у китайцев лучше у китайский бренд ну как бы такой очень стильная машина но есть еще вопросики мы будем тут тойоту всю трясти и так смотрите что мы тут имеем по ценам 169 800 старт 202 самая полная комплектация то есть это вот которая вот на 18 колесах такая вот модная красивая toyota safety sense и она стоит начинается где-то миллион восемьсот пятьдесят она здесь стоит в китае в россии растаможенном она будет стоить это 2 700 2 800 за новый автомобиль о кстати говоря у нее есть еще люк и не панорама а здесь любят электрокары делать все с панорамой и даже обычной бензиновые тачки у них свой путь окей идем далее 415 километров напоминаю может пробежать ребята это у нас рав 4 смотрите равчик собирается здесь внутри страны он собирается в партнерстве с компании фас то есть это очень крупные ребята китайские и на их заводе под контроль на toyota собираются вот эти машины давайте взглянем вообще как он выглядит черная крыша фара 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 так ну вроде бы япон как в японии но могу ошибаться честно говоря когда мы смотрим японские машины на аукционах на сайтах мы не смотрим 23 год 22 год потому что люди в основной массе берут проходные машины и то есть ну прям вот самые последние рестайлинги мы не изучаем их прям досконально но мы знаем все там 20 19 18 17 год мы прям знаем вообще о вот здесь не такая фара значит это там дорез значит это не так комплектация вот вот это мы все знаем а вот сожалению там в двадцать третьем году я вот мол вот так вот сходу не могу сказать какая фара в японии давайте смотрим дальше внешне как выглядит но внешне как бы равчик ну как бы стоп знаете не отваливается может быть футболочек каких-нибудь купить так пахнет новой машины я думаю вы уже забыли запах но в общем внешне вот только вот это вот желтая надпись 20 лет в общем какая-то там серия anniversary окей давайте посмотрим салон китайского рабчика ну что тут у нас да что такое ну кто тут сидел кто сидел на моем стуле так смотрите рабчики они полностью они полностью идентичны но и правому рулю и левому рулем другие рынки которые выпускаются так ну что он с мониторчик у нас приборка к сожалению ничего тут не запускается поэтому мы не посмотрим так здесь много кнопок здесь много кнопок физических а вот даже вот таких вот тумблеров крутилки вот такие крутилки мы встречали в какой-то машине какой же мы в чере вчера мы встречали пару крутилок модели так ну в общем все как бы все вот так смотрите вот селектор просто когда ты садишься в какого-нибудь хавала чингана или допустим танк 300 у тебя вот здесь классный классный джойстик то есть ну прям который хорошо собранный он сам качественно собранный и его ход в его диапазоне хода как бы не ну вообще просто я вчера сижу в танке и он прям вот ты как будто запускаешь космический корабль сейчас вот так вот дэшку включишь и полетел на ракетном топливе здесь ну как бы в китае продавать равчика но машина в топе в топ-5 продаж ходит и занимает пятое место кстати говоря газа 22 год руль старый но точнее он обычный но я я говорю в целом глядя на другие бренды которые мы видели так сборка сборка дверь легкая все то же самое то есть обычный ракчик так ну вот здесь вот вот как бы но знаете это все и вправорульной тойоте вот это все есть как бы как бы вот эти вот то что ну вот она какая-то хлипенькая ну вот она чуть-чуть ходит то есть это это ничего не отвалится это ничего не отвалится но это будет скрипеть то есть это обычная тойота я не скажу что она хуже собрана чем праворульная но я дергаю вот эти салоны пластики сравнивая их с китайцами потому что это уже каждого китайца подергал потому что есть стереотип то что они как-то там плохо собраны и прочее это все потому что мы с вами ходили на китайский рынок нам в прошлые времена покупали эти кроссовки там с ползущим клеем там и прочее которые разваливались там через неделю это все оттуда наши стереотипы потому что джили хавала чингана ты дергаешь вот это все и ну и она прям классно собрано тойота не такая но она в японии не так собрана вот эти вот современные там раб чеки там олеоны и вот ну вот это вот все что сейчас популярно все что сейчас завозится там харьеры не суть крауны даже 220 есть моменты почему-то на которые но как бы они просто не делают акцент и так сойдет зато самые топовые двигателя в плане ремонтопригодности износостойкости там тысяч пробегов но как бы никакой китаец я уверен им вообще подметки не годится в плане но ресурсности их агрегатов но по салонам как бы есть еще куда расти какие рабчики бывают на территории китая двушка передний привод атмосферный мотор на 171 лошадь и есть вторая версия это 2 5 мотор гибрид на 176 лошадей полный привод и передний привод эти машины различаются по ценам цену я скажу в конце каких-то новых технологий там применение новой трансмиссии новой батареи ничего подобного нету то есть все те же самые технологии что и есть в японии и эти запчасти поставляются с японии комплектующие на них собираются уже в китае на мощностях джей си в народе как собираются и получается вот такие рав 4 так он стартует от 176 тысяч юаней то есть это двушка на переднем приводе на 171 лошадь то где-то миллион 950 он стоит здесь и будет стоить по 3 миллиона 2 800-3 миллиона рублей он будет стоить но вы в россии и 2 и 5 версия на полном приводе на 176 лошадей гибридная там самая топовая с люком у нас с люком у нас даже с панорамой я что-то даже не обратил внимание самая топовая версия двести тридцать три тысячи юаней то есть это где-то 2 600 она стоит здесь и будет стоить 3 800 там 3 900 она будет стоить в россии растаможенность полным пакетом документов новая двадцать третьего года можно этих машин вот все что мы смотрим их очень много бушных поэтому как бы имейте ввиду если у вас там вам хочется там с пробегом 10-15-20 тысяч на левом руле машину без пробега по россии китай вот такой рынок в плане левого руля осмотры по всей территории китая сделаем видеообзор фотообзор не так как на аукционе там три фотографии там мутноватых и вы по ним выбирать по аукционам листу то есть здесь вы прям получите полноценный обзор какого-нибудь бушного рабчик либо любой другой машины которую вы желаете приобрести окей пошли дальше ребятушки это что у нас такой за красавец это toyota avalon это копия camry можно сказать это клон если вы интересуетесь интересовались сегментом camry то вы знаете то что существует avalon он там вот я в дубае их видел вижу их сейчас китае популярная машина и кстати camry на втором месте по продажам в рейтинге по кита avalon сейчас я вам скажу какое место занимает потому что по технички это та же самая машина но как бы визуально она интереснее это avalon шестое место 112 тысяч единиц продано за год итак какие они бывают ребята что по технически в китае у avalon смотрите есть две версии двушка атмосфера 177 сил передний привод вторая версия 2 и 5 гибрид 178 лошадей планетарная трансмиссия ну то есть это редуктор грубо говоря передний привод все других вариаций никаких полноприводных нету давайте посмотрим как он выглядит по внешности мне эта машина очень понравилась у нас знаете у нас они вообще не распространены на дальнем востоке у меня нету насмотренности на них я ее вот вижу там вот ну в живую там может быть раз 10 я их видел в россии ну красиво да особенно вот 23 года новая машина очень интересно сделано углубление классические ручки тойотовские черные такие колеса так где у нас размер где у нас размер 235 45 на 18 так окей давайте посмотрим что у нас ухты тяжелая дверь то какая вот это удивили потому что все что мы смотрели да там все легенькая кстати легкая дверь в без третьем она почему потому что тачку надо сделать легкой чтобы она пробегала больше километров поэтому там легкая дверь но китайские электрокары они идут каким путем там батарея огромная и у тебя тачка пробегает там 500 600 700 километров на одном заряде поэтому они шу шунку то ну все опции запихивают туда и машина с очень большим запасом километража она может пробегать больше а допустим bz 3 она там пробегает 415 километров поэтому там нужно делать легкие двери кстати почему тойота но не делает супер большие батареи у них все есть инженерные мысли там и прочего ну чтобы их машина пробегала типа 600 550 вопрос окей так ну что тут у нас в там камри о извините волон так ну что вот селектор не джойстик но вот это вот вот это у нас это еще у нас зачет вообще прям вообще классно стильно модно молодежно в китае когда ты ставишь не джойстика вот этот ты проиграл сразу это я проблем так но руль у нас от рабчика вот подобная мультимедиа на сенсоре печка тоже на сенсоре да ничего нормально хлюпенький подлокотник просто по сравнению с китайцами в китайце ты такой нажимаешь он такой он он сразу вот так вот не поднимается ты нажимаешь он такой ты вот так с усилием поднял вот так вот берешь и он вот так вот не качается сборка этого как бы как бы как бы это тойота но я ее не хочу засадить я ну как бы ну просто я видел другие тачки за эти дни китайские которые по незнанке кто-то в китае я из россии говорит про китай да все знаете сидя в авалоне с но по мото я еще раз говорю по агрегатам вообще нет вопросов все на аналоговых кнопках ну как бы это родное но они продают как просто верят бренду потому что как бы везде сенсор везде все китайцы все уходят для китая рынке делают сенсор если смотреть в будущее до 30 года им все нужно зашивать сенсор делать два монитора приборка раз монитор мультимедиа здоровая два монитор и там все печка статов по расходу навигация вот все 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 то есть тогда у вас продажи я тем более вы знаете сколько она стоит я сейчас скажу ну то есть и если вы уже построен наши китайские выпуске вы там знаете там когда там вот такие здоровенные мониторы . стоит там 160 тысяч юаней типа миллион восемьсот на рубли и я вам скажу вот за нее и вы таки что пойдемте багажник посмотрим то ну что camry нем багажники огромные конечно ничего не скажешь кнопки нет кнопки нет у китайца практически у всех но вчера мы видели тига 3x это это как cx3 от маза ну это очень маленькая машина там стоит 650 тысяч рублей новая в китае у нее нету кнопки ты с руки закрывая здесь что не ну есть вопросики и они продают машины они toyota на втором месте по продано третьем извините на третьем я сейчас стату скажу смотрите от 199 тысяч юаней ну там со скидкой и прочее ну там где-то 250 200 миллионов рублей будет стоить подобная машина новая это здесь и там растаможенная там в районе трех миллионов она будет стоить в россии и там самая топовая комплектация там это люк вот эти черные колеса 18 конкретная дискуссия с покупателями 228 тысяч за топовую версию минус там скидка 10-15 они дают там где-то там 2 400 она стоит и где-то 3 500 3 600 она будет стоить новый avalon 23 года в любом цвете будет стоить в россии что скажете вообще правого напишите в комментариях там как вам либо camry camry на втором месте по продажам но и и здесь нету представлять в салоне от камни но слишком популярно видно забирают окей пошли дальше ребята эта машина на седьмом месте в рейтинге продаж и стоит сразу за avalon это toyota corolla cross выглядит достаточно таки серьезно но это прям как ровчик обладает двухлитровым мотором не какой-то там полторашкой как вот допустим в отличие от чингана хавала джили черри там везде мотор 16 полторашка раздутая там допустим 16 они раздули до 197 здесь подобного нету ну то есть toyota идет атмосферный мотор двушку поставим там 171 лошадь с нее выжмем и вот получаются но наверное если брать машину на дистанцию и все-таки они же ну как бы делают очень ресурсные автомобили то тогда наверно двушку атмосферу поставить очень целесообразно и так напоминает мне рав 4 я смотрю и на него и на кросс и на нее и на кросс и очень напоминает но чуть-чуть конечно габариты чуть чуть меньше так но честно говоря в белом цвете мы потом на улице там глянем стоит кросс он выглядит куда поинтереснее потому что вот эти фондера у них у всех черные когда у тебя белый цвет черный фондера и вот это вот игра не крашеного пластика получается поинтереснее с белым цветом так давайте давайте посмотрим что там внутри в королоке так ну что дисплей мультимедиа приборка тут ну что так но что селектор у нас ладно уже уже ничего не буду говорить барашки печка с кнопок кнопка запуска у нас люк не панорама ну знаете для кросса руль такой же как в рапчике такой же как в аволоне сидушка 3 тряпочной я ни разу еще не видел мы не видели тряпочную фишку вроде ни у кого не было да кстати руль вообще ну простенький самый ну в общем что все по-каровски давайте сзади глянем машину на седьмом месте по продажам ты вот максимум отодвину кресла так подлокотника нету развлечений нету ничего нету но единственное можете делать массаж водителю все это единственное ваше развлечение и вот так вот немножко смотреть в небо ну либо в небоскреб если вы будете кататься не в шанхае не хромирована то есть они просто вот это не получается сделали пуклую а вот эту надпись выпуклую пуклая выпуклая так что тут у нас ну ничего такого ничего а потому что знаете сколько это стоит 105 тысяч юаней самый старт за двушку самой бедной комплектации это у нас где-то где-то миллион 250 это самая новая машина миллион 250 будет стоить она где-то 2 300 2 400 она будет стоить в россии давайте посмотрим максимальной комплектации это люк у нас будет люк какие-то еще другие опции ну вот смотрите вот здесь у хотя на сайтах есть предложение от видите есть еще другие дилеры то есть вот есть toyota есть еще другие дилеры которые продают этот автомобиль и среди toyota он стоит 129 на скидку они дадут вот прям здесь вот ты говоришь я хочу купить они тебе дадут скидку вот сам максимальная о конкретно вот этот рабчик двушка 139 800 то есть он 2 полтора миллиона рублей стоит и где-то там 2600-2800 зайдет новый кросс 169 800 это самый топ то есть это миллион 850 и то есть там зайдет ближе к трем миллионам рублей стоит ли брать его ближе к трем миллионам ну честно говоря китайские авто есть поинтереснее но если вы лояльны к тойотес вы хотите вообще не морочить себе голову там расходниками где искать вам фильтр воздушный на какую-то там модель китайского автомобиля которого еще ну нету в таком распространении в россии но тогда тогда имеет смысл купить если вас не парит что вам придется поискать запчасти на китайца есть интереснее есть интереснее ну по сборке по сборке все как бы по сборке все как бы обычная toyota обычно итак ребята идем идем и тут нас встречает вот такая шоколадка вот такая вот мулатка это краум на левом руле кросс кроссовер но знаете что мы его посмотрим чуть попозже попозже не отключайтесь вот у нас есть машина которая не продается в японии и на других рынках это гранди вот такая вот красотка она мне напоминает одиссея она идет здесь только на 2 и пятом моторе передний период 192 силы гибрид планетарная трансмиссия так но смотрите у нее передняя часть выглядит классически то есть но для минивейна для там сейчас как бы машин куда идет дизайн вообще всех производителей это я называю классика давайте посмотрим сбоку давайте посмотрим сбоку для меня это одиссей ну прям вот калибр ну наверное чуть-чуть побольше по габарит не такая под более дутая есть рейлинги можно закрепить бо я сразу же смотрю на машину как и как я бы ее эксплуатировал там загрузил бы туда стулья мангал у меня бы все было готово я бы вот это не возил бы в салоне так стопори очень очень смело в китае вот здесь вот популярно все-таки делать такой эффект моно стопоря такую линию было бы на такой габаритные тачки потому что вот в потоке когда у тебя фара вот как у лексю анга у ли 9 или 7 или 8 у них фара спереди идет но диодная полоса единая сзади едино это в потоке я прям вот иду такой иду вдоль пробки и ну прям сразу останавливается взгляд вот сразу же я не знаю вот эффект визуальный какой-то такой что это необычно еще для глаза это необычно то есть там тайканы вот эти все там там и так-то дизайн тайкана привлекает а стопори вот этот вообще и я бы сделал бы полностью и китайцы этапой они как будто знаете они короче так ладно мы делаем новую модель короче нам нужно вот чтобы она сразу же продавалась не разгонялась там пять лет вот это вот там это технологии там давать на тесты всем подряд нет надо чтобы мы ее выпускаем и она продавалась и все и они берут делают классный салон там классную оптику классный дизайн классные изгибы деталей классные опции внутри тачка продается все здесь у ребят с острова немножко по-другому комплектация vip написано желтым честно говоря выглядит дешево а я что-то такое вообще видите вот стоило съездить китай тут что-то и все уже говорю на тойоту там что-то дешево там пластик не тот так чем за колеса 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 комплектация vip как-никак 235 50 на 20 ничего такие колеса для минивена так дверь тяжелая ручка обычная ручка так посмотрим так у нас коричневая кожа такие немножечко немножечко ковши так ну что у нас здесь эффект под дерево это все пластик у нас приборка такая же как идет у всех этих машин у кроме кросса там она простенькая евро чеки попроще так у нас здесь монитор у нас здесь монитор здесь зарядка здесь юсб порт подлокотничек вот такой вот удобный здесь вот открывается юсб порты ну тут глубоко согласен но он пластиковый все будет греметь почему нельзя было чуть-чуть наложить бархата какого-то здесь все плане комплектация vip но здесь везде пластик ну что здесь полка здесь под кожу сделано у нас проекция сабвуфер у нас здесь люк отдельный монитор и получается панорама у второго и третьего ряда так ну что у нас здесь вот такой селектор ну как бы знаете вот эта тачка стоит денег я вам сразу скажу мы сейчас посмотрим она стоит денег по меркам рынка китая джойстика нету драйв мод у нас таким рычажком включается классические кнопки печка на классических кнопках мне честно говоря пока нравится больше классика потому что я вот еду то есть мне там какая-то скорость у меня там как бы я слежу за дорогу мне еще же сзади пассажиры да и я вот хочу обогрев лобового включить или продув да я нажал и я не отвлекаясь от дороги я чувствую что пальцем я нажал а в сенсоре но как-то как-то вот нет вот это вот эффекта продавливания кнопки поэтому я еще не особо доверяю а тут и кнопки и тумблеры красавчики так ну что как бы честно говоря так все хлипенько подыгрывает но ума вот здесь вот прорезиненная здесь вот прорезиненная вот это вот пока такой резиновый коврик просто его не было так в какой тачке у нас не было у нас его не было в рамп чеки по моему а точно вы за эти третьем у нас не было да что такое но в общем это резиновый ковер так ну что что тут еще вам показать ну как бы вот это вот вот почему так почему 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 так ну как бы материал и так можно делать по качественнее так а как двигаешься руками да ладно да это не zikr 009 так сможет она сидеть удобно ну что ничего не скажешь о том он к пока доедет так как вот это штука откидывается у нас ну честно говоря вот тоже грубый пластик ничего не такого комфортного нет а ну вот да ну и получаем можно откинуть и ты почти спишь панорама у нас здесь есть своя печка кондиционирование задних кстати говоря сидений есть это у нас не люк это просто панорам не открывается смотрите третий ряд сидений вот он получается как бы как бы продолжение багажника но самая лучшая реализация третьего ряда как его спрятали это в хонде хонде одессе просто лучше никто ничего не придумал сидушки видите такие а то есть он даже подождите он даже семиместный у нас получает потому что здесь как бы могут три человека сесть внутри ребенка не zikr не zikr конечно так ладно пошли посмотрим сколько она стоит эта машина смотрите ее старт 315 по сети но можно чуть-чуть на раза за там 280 и и найдешь в китае там типа 280 она стоит там три 100 3 200 самая база и она будет стоить это 4 300 4 500 новая гранвия будет стоить в россии комплектация vip да вот этого 415 самая топа вот которую мы сейчас посмотрели то есть это панорама люк что у нас еще там получается третий ряд из трех сидений у нас там шторки проекция и прочее зарядка 415 то есть это где-то 4 500 он стоит гранвия будет стоить здесь и там 5 700 будет стоить она в россии растаможенная ну за новый автомобиль не знаю вам решать то есть если вам нравится подобные минивэйны но вам не нравится альфард вам не нравится вэлфайра вот именно вам вот знаете вот вам нравились такие вот один кузов форм-фактор одиссея дизайн одиссея и еще элизи он похож немножечко на него ребят в общем если вы лояльных тойоте то за там в районе 5 миллионов вы можете купить эту новую машину и кататься всей семьей в комфорте и если почему-то вам не заходит альфард и не заходит вэлфайр почему-то то есть и но вакси нохи эсквайры не тянут по опциям все-таки это не такие серьезные минивэйны как допустим та же самая гранды поэтому ребят если калибр нужен вот такой то район 5 миллионов рублей и она у вас растаможенная в россии можно ставить на учет новая кстати говоря можно построить б.у. и цена будет дешевле угадали кто это с шилдиком крауна краун клюгер представляете представляете что не тут делать в китае и вообще тойота сделали краун отдельным под брендом то есть и сейчас тойота lexus и вот краун где-то посередине то есть но это такие аля люксовые автомобили и сейчас у бренда краун у бренда краун ведь этот китай все заиграла новых красках у бренда краун три автомобиля то есть это краун кроссовер то есть но это грубо говоря всем нам знакомы крауна будет выпускаться клюгер это кроссовер и тойота краун волфайр это брат альфардо минивэн в двадцать четвертом году будет новая версия и вы знаете что на эти три тачки мы сделаем отдельно обзор а здесь мы будем смотреть классическую toyota пойдемте посмотрим что он стоит на улице там стоит олеон которого нету в японии представляете так ребятушки давайте на улице подойдем к самой интересной машине которая здесь стоит по моему мнению это вот такой кроссовер это коллаборация toyota и subaru и они сделали электрокар bz это вообще у них сейчас серия bz которую они везде очень транслируют на главном сайте везде на билбордах вот toyota bz допустим вот смотрите вот вывеска и говоря вот управление так она чья-то просто кого-то из персонала поэтому мы не будем дергать ручки смотрите это электрокар полностью заряжается от сети то есть там тоже быстрые зарядки за полчаса набивает 80 процентов и прочим смотрите у нее четыре варианта четыре варианта по пробегу базовая версия у нее 400 километров она проезжает на одном заряде она стоит 2 200 в рублях здесь в китае то есть она будет стоить в районе там 3 3 200 в россии потом следующая версия на 500 километров она уже стоит где-то 2 500 и будет стоить 2 500 здесь китая и где-то 3 700 она будет стоить в россии растаможенная следующая версия на 560 на одном заряде она уже стоит по 3 миллиона где-то 2 700 2 800 и будет стоить там 4 плюс и самая топовая версия пробегает 626 километров на одном заряде вот это уже более-менее серьезные цифры но сам максимальное число которое видел в плане выстрела на одном на одной зарядке это 822 километра это минивэн зиккер 009 822 километра и так возвращаемся к bz 4 615 километров будет стоить 280 тысяч юаней ну там со скидками там и прочее ну грубо говоря она стоит там 3 миллиона рублей она будет стоить где-то 4 600 4 700 новая в россии toyota bz 4 электрокар ну что в общем видите на китайском рынке есть электрокары а в японии ничего такого не продают ничего подобного видите какая она стилёвая там крыло разделено на 2 ну в общем очень стильно такая вся угловатая ладно давайте посмотрим что у нас тут есть еще они давайте глянем а ли он вот этой машины нету в японии нее не делают рестайлинг а в китае она есть посмотрите вот такой красавчик премио нету есть только ли он но я когда увидел эту машину и думаю это что такое что это за седан ку все вот такой вот такой ходил смотрел но хотел угадать по салон это она тоже кому-то принадлежит она не открытая поэтому мы просто посмотрим со стороны дает олеон 2 литра на 171 силу атмосферка ну как-то вот так вот выглядит людям нравится я ли он тоже он сейчас я вам скажу на каком месте по продажам 2022 году так олеон на 14 месте было продано 25000 автоматик за 22 год меньше него на 13 а нет извините сейчар ниже него на 15 месте и уже продано 4000 меньше 21 1700 экземпляров было продано так что у нас здесь еще есть интересненького так avalon rav4 ничего такого вот посмотрите это кросс corolla кросс белом цвете но смотрите как я вам говорю то есть белый цвет и черный фондера черные элементы дают дают визуал вообще другой вот прям хорошо смотрится прям хорошо так еще один avalon еще один avalon а ли он гибридный нет нет илья это corolla кстати говоря опять же это одна из машин которая клон смотрите у них есть toyota corolla и есть toyota левин это одинаковые тачки но существуют на рынке и держат топ час я вам скажу даже и причем они вот допустим corolla corolla на первом месте по продажам на втором camry и на третьем месте левин то есть вы понимаете то есть в топ-3 заходит одна и та же модель с разными названиями но немножко с разным визуалом прикольно да вот так corolla продано за двадцать второй год 257 а левинов продано двести тринадцать тысяч то есть в сумме так сейчас я вам скажу в сумме это у нас получается 470 тысяч вот таких автомобилей corolla продала на территории китае новыми ребят сожалению в corolla она хоть новая она не стоит в зале она закрыта поэтому только внешне я вам скажу цены так как toyota corolla и toyota левин занимают первое и третье место по продажам соответственно у этой машины там ну для китая много модификаций это на трех моторах она идет смотрите базовый мотор это 1 и 2 на 112 сил это тот мотор который нам знаком по оси и чару передний привод на вариаторе потом идет полторашка на 121 силу также на вариаторе на переднем приводе и самая топовая комплектация это вот здесь вот у нас гибрид передний привод вот люк там вот 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 такая вот в общем 18 мотор это знакомый нам 2 cr который идет в приусах в нохах до сих пор и и вот в вот этот большой сегмент от тойоты на 97 сил гибрид планетарная трансмиссия вот такая вот corolla получилось и я думаю она популярна потому что без электричества здесь машина мне кажется она уже прям считается ну как бы такое себе нету типа минимум гибрида но печь винара следующая по популярности ну и самый топ это электрификация то есть полностью электромобиль так окей идем далее это toyota вайос это был то нам знакомая давай ос а сколько стоят коровы сколько стоит коров забыл сказать 9 93 тысячи юаней то есть миллион рублей нормально это получается базовая 1 и 2 то есть она там выходит 2 миллиона рублей в россии растаможенная 18 которая на гибриде она стартует где-то сто пятнадцать тысяч юаней это где-то миллион триста и она будет стоить 2 500 новая в россии вайос стартует от 70 тысяч юаней то есть там где-то восемьсот восемьдесят тысяч рублей стоит ли его вести в россию я думаю нет ладно если вы хотите вы можете написать запрос моим его посчитаем но это прям вот самая база база так crown извините это другой бренд это не toyota проходим мимо это корона у нас toyota harrier он идет такой же как в японии есть двушка на 171 силу и есть 2 и 5 гибрид двушка на вариаторе 2 и 5 гибрид на планетарной трансмиссии 176 лошадей плюс гибридная установка полноприводных к сожалению нету и так но это у нас это у нас кросс на люке тоже черно-белый все все кончилось а посмотрите ребят вот здесь вот ну как и везде они обслуживают машины здесь стоят разные toyota и вон и bz 3 вот посмотрите цвет audi стоит то у нас кросс да вот в таком симпатичном цвете си чар ну и прочие автомобили и чё . avalon anda дори стайловой дори стайловой ребята вы посмотрите краунец 210 конечно пафосно чувак курит сзади бросил сигарету на пол в общем крауны на левом руле есть китая можно привести можно 210 привести но он естественно будет б.у. 220 и наверно тоже есть вот поехала bz 4 220 тоже есть на левом руле надо искать бушные цены хорошие буду потому что здесь был продается прям так же как и везде с хорошим дисконтом поэтому можно найти все с осмотром будет то есть вы не покупайте кота в мешке дороге чистые бензин хороший целом люди ездят культурно то есть мы не встречали даже знаете едет какая-то ламба едут всякие porsche едут ну то есть прям вот заряды ну там 600 плюс сил никто вообще не газует даже с прострелами никто не проехал ни разу я уж не говорю о какой-то вот такой вот езде все на камерах прям китайцев ну что-то научили прям ездить то они но как-то нету мир никто не рвется светофора никто не играет шашечки не россия то есть купить себе бушного автомобиля из китая с пробегом там даже 50 не страшно находясь китай я это понимаю не страшно культурная страна и вот мы были в харбине в шанхае везде все окей если вы с дальнего востока если вы были в приграничных городах не делайте выводы потому что там вообще там русские как бы передали свой менталитет китайцам и там вот это вот какая-то вообще непонятная езда на дорогах там пищащие резкие торможения нет здесь вот подобного нет в шанхае то есть можно спокойно брать б у ребят ну что получилось все такое видео буду ждать ваши комментарии на тему ну как вам китайская toyota может быть вы сталкивались конкретно с какими утра в 4 собранным на заводе gc совместно с toyota эксплуатировали его поделитесь пожалуйста вообще как вам автомобиль я знаю то что toyota если она куда-то переносит свое производство то они спаковывают свое японское качество в любом месте где бы не находился их завод либо их партнерство ну вот как вот здесь вот то есть есть локальный завод и они как бы работают с ним то есть там это не просто развернуть производство будет очень интересно почитать ваш опыт с toyota на левом руле особенно из китая друзья напишите почему как вы считаете почему toyota делает на рынок китая очень много тех моделей которых нету в японии нету на других рынках я думаю потому что здесь самый большой объем рынка 26 половиной тысяч автомобилей было продано за 22 год то есть они лидеры здесь только спроса то что здесь нужно вот такие bz4 делать здесь нужно делать очень много машин здесь ты можешь выпускать королу и ту же самую машину назвать левин и они занимают у тебя топ-1 и топ-3 ну то есть ты просто выпускаешь клона и он тоже продается вот потому что рынок огромный поэтому я считаю что вот у toyota прям очень большой ориентир как и на внутренний рынок до бесспорно когда за 22 год япония продала 1.2 миллиона внутри японии автомобилей а здесь почти 2 миллиона миллион восемьсот пятьдесят автомобилей представляете то есть внутри японии меньше продаю продает toyota чем в китае поэтому ориентир на китайский рынок очень большой они и отсюда же то есть вот такие вот тачки создать бренд crown и продавать его ну как бы машины под отдельным брендом в японии такого нету клюгера там нету ну там есть волфая только он называется просто это файл ребят ну что у нас будет отдельный выпуск про бренд crown там будет три автомобиля поэтому сейчас напишите ваши комментарии внизу про китайский салон дает что вообще думаете если вы что-то хотите себе посчитать прикупить из китая внизу мы напишем модели которые вообще продаются в китае новые был который мы можем для вас привести те машины которые не попали сюда видео вы можете найти их по ссылкам ниже в нашем каталоге сделать запрос мы вам скинем цены фотографии живые варианты из китая которые актуальны которые можно купить с актуальной ценой на день расчета ребят поставьте лайк подпишитесь на канал у нас будет еще много видео из китая пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля и Продолжение следует...